Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Третий раздел гемель, 17-24 стихи. Конечно, у таких стихов, как 18-й, «Открой очи мои и увижу чудеса закона твоего». Есть несколько уровней прочтения. С одной стороны, мы можем сказать, что автор просит о чуде. Он хочет убедиться воочию своими глазами увидеть исполнение тех обетований, которые были даны когда-то прошлым поколениям. С другой стороны, мы можем сказать о том, что речь идет о каком-то внутреннем утверждении в познании закона. Даже не столько об озарении, о каком-то инсайте, сколько о неком процессе внутреннем, когда человек уже нечто начинает принимать на веру. Так ведь бывает и с людьми, ищущими, которые прикасаются к Священному Писанию. Сначала они относятся с скепсисом, с насторожностью, с критическим взглядом. А потом, по мере прочтения, все больше проникаются, удивляются, погружаются. Потом, в конечном итоге, начинают настолько доверять этому Священному Тексту, что с болью воспринимают критику, когда кто-то думает иначе. Так есть некий процесс вхождения в этот Текст, процесс проникновения этим Текстом, откровения Божия Священного Писания. И, может быть, как раз речь идет не о том, чтобы увидеть какое-то чудо вне себя, а осознать суть этого чуда, его смысл, значение этого чуда. И понимая, что записано в Священном Писании о прошлом, о тех чудесах, и прозревая в отношении их смысла, соответственно, сейчас, в настоящем, в котором не происходит подобных чудес, жить правильно и праведно. Но есть еще, наверное, третий уровень толкования данного гимна, толкование, наверное, мы бы назвали бы мистическим, о которой нам напоминает иссихарскую традицию прочтения этого текста через опыт преображения на горе Фавора. А когда увидели ученики некий свет, исходящий от Иисуса Христа, и этот свет в последующем, после Пятидесятницы, в виде явления Святого Духа, наставил их на всякую истину. И в этом случае вот это некое прозрение очей для человека и так зрячего в мистическом плане может говорить о зрении неких неизреченных глаголов. Кстати, обращу ваше внимание, что, начиная от святителя Григория Паламы, в иссихарской практике не было попыток описать, то есть нарисовать картину, как оно есть. Из того, что они видели в отношении озрения нетварным светом. В лучшем случае они передавали свои чувства, и редко кто даже пытался говорить о каких-то подобиях. Следовательно, речь шла не о явлении какой-то картинки, то есть, не знаю, какого-то изображения на небе, а в большей части речь шла о каком-то сущностном проникновении в бытие Божие с открытыми по отношению к миру глазами. То есть, некий иной уровень в видении окружающей действительности, в которой виделось нечто большее, чем видит рядовой человек. Вот как минимум три уровня толкования мы можем привести в отношении слов «Открой очи мои и увижу чудеса закона твоего». В любом случае речь идет о просвещении души, но только на уровне неофитов нужно, чтобы обязательно произошло какое-то чудо. Но лучше всего, если в моей квартире вдруг раскроется потолок, оттуда спустится, как для Петра, какая-нибудь простынка с заговеньем на Великий пост, и тогда, возможно, я поверю, что Бог существует. Но так вот рядовой обывателям нужно какое-то явное чудо. На втором уровне это вера в то, что чудеса уже все совершились. Они не для верующих чудеса нужны, а для неверующих. А мне достаточно самого закона. А третий уровень, который, наверное, достигается или приобретается, когда человек уже живет по этому закону, когда он настолько в Боге существует и живет христоцентрично, что Господь сам идет ему навстречу и действительно дает ему некое еще новое чудо, но чудо не в новом переходе через Черемное море или хождении по водам галилейским, а чудо видения окружающей действительности и самого себя в неком преображенном виде, в том, как это было задумано в раю, в том, к чему предназначен человек, живущий странником на Земле. В данном разделе раздается молитва о помощи. Детали проблемы не описываются, но псалмопевец дает несколько важных подсказок. Называет он себя, прежде всего, странником на Земле. Странник, гер, это не местный бродяга, это не бомж, это мигрант, переселенец, временно проживающий в чужой земле. Вместе с сиротой и вдовой такой пришелест находился под особым покровительством Господа. Евреи об этом знали, поскольку и сами когда-то были пришельцами в земле египетской. Хотя закон защищал таких пришельцев, но по факту их нередко отталкивали и притесняли даже в самом Израиле. В контексте псалма странник выглядит, как некоторая метафора. Ведь автор псалма — это еврей, живущий в земле Израильской, и он не является пришельцем в буквальном смысле слова. Значит, речь идет о какой-то более высокой материи. Он был странником по жизни, гостем в этом мире, полностью зависящим от щедрости и доброты Бога. В какой-то мере он был человеком не от мира сего, поскольку с сочувствием относился ко всему, что происходило на грешной земле, то есть в окружающем его обществе, которое было далеко от тех принципов, по которым жил сам псалмопевец. Слово «гордый» встречается в данном псалме, как правило, со значением «надменный». Им только один раз со значением «безбожный». Итак, гордецы — это наглые, дерзкие люди. Их поведение отличается высокомерием. Псалмопевец называют таких гордецов проклятыми, поскольку они отворачиваются от заповедей божьих. Они подобны описанным в книге «Притч негодяям». «Надменный злодей, кощунек имя ему, действуют в полу гордости». При этом они занимают высокие должности и поэтому называются князьями. В то время как власть и мощи собираются для того, чтобы составить заговор против псалмопевца, 23 стих, он размышляет об уставах Господних. «Окруженный ненавистью и поношением», 22 стих, псалмопевец просит Бога явить свою милость, чтобы он мог жить и хранить Слово Божие. Таким образом, он боится, что из-за врагов его жизнь может внезапно прерваться. В ожидании ответа от Бога его душа истомилась, зачахла. «Его советниками остались только откровения Божьи. Они его наставники, его совет, его утешение». Поношение, указанное в 22 стихе, говорит о каком-то позоре. Видимо, автор псалма претерпел со стороны своих врагов поношение, которое было связано с помрачением его общественной репутации. Но вот что интересно, он не пытается апеллировать к гражданскому суде, не пишет письмо президенту, что у меня тут, понимаешь, соседи сверху капают мне, батареи у них рвутся, и вода в ванной течет. Он обращает свое слово к Богу. Он от него, от Бога ищет оправдание, обеление своей репутации. Мы можем себя спросить, а какой должен был быть ответ, какой ожидался ответ от Господа на слова «сними с меня поношение»? Самый простой вариант развязки ситуации — это забытие. Когда в перегруженном информации мире какая-то новость теряет актуальность, они все быстро забывают. Она может кануть в лету, и в таком случае человек, который на какой-то короткий момент или длительное время был причиной для общественных посмешищ, вдруг себя ощущает снова восстановленным, пиджак его почищен от плевков, и он снова может свободно ходить по улице, не ожидая, что будет кто-то на него показывать пальцем и кричать «плешивый», «лысый», «поганый» или еще другие какие-то неприятные слова. В 23 стихе речь идет о том, что некие князья сидят и сговариваются против меня, в то время как раб Божий размышляет об уставах Господних. Мы здесь видим антиномию. То есть кто-то ходит на партийное собрание, ну, может быть, там свой какой-то комсомол у них существовал или еще какая-нибудь другая партия там серо-буро-малиновых. И вот они ходят и составляют какие-то заговоры, эти князья. Может быть, они были масонами, мы не знаем, по отношению к испанному певцу, но это были какие-то выставленные личности. И отсюда возникает критика той гипотезы, что псамопевец был самим Давидом, потому что такое впечатление, что он не входит в число князей. То есть сам он не имеет никакой власти, но лица власть имущие сговариваются против него. Но самое интересное — это вот запятая. А я поучаюсь в уставах твоих. То есть в то время, как люди сплетничают, составляют какие-то заговоры в своих древних ротереклабах, я сижу дома, считаю Библию и думаю о том, как Богу угодить. Не то, какое мне место должностное может быть назначено или не назначено, светит или не светит. И даже не занимаюсь тем, чтобы размышлять и собирать сплетни, а что они там про меня сплетничают. У такого человека совершенно другая линия приоритетов. Его не столько дома интересуют новости, что там происходит в Сирии или как распространяется быстро по миру коронавирус. Понятно, что если Бог попустит, то я заболею этой инфекцией. Но если я не буду себя вести достойно, то, может быть, Господь и не попустит. Итак, в моих приоритетах читать Священное Писание. Не заниматься тем, чтобы с утра до ночи вычислять вот уже 54 тысячи заболело в Италии. Вот уже 10 человек в Москве появилось, заболевших коронавирусом. А вот почему-то в московском метро люди ходят без масок. Так же можно с ума сойти от этих раздумий. И поэтому некоторые святые отцы, они под этими князьями могли понимать не только внешних врагов, а врагов мысленных, умных врагов. То есть вражи и помыслы. И в этом случае мы можем увидеть намек на некую духовную брань, что какие-то сильные мысли, мощные, которые прорываются из окружающего мира, они вот все как бы заодно. Вот, включи зомбоящик и посмотри, сколько в Москве людей уже заболело. А я себя отключаю от этого зомбоящика и собираю все свои немощные силы в том, чтобы открыть Библию и почитать лучше Псалтирь, разобраться в том, почему на панихидах читается 118-й Псалом и как она связана с покойниками. Мне кажется, что 23 стих очень понятен и ставит вопрос перед нашими современниками, а какой же наш собственный выбор? Какие наши собственные будут поступки?